Интеллиниус, Германия Российские пранкеры разыграли премьер-министра Северной Македонии Валентина Дмитриевска Не Интеллиниус, Германия 10 июля 2019 года 9 июля премьер-министр Северной Македонии Заран Заев Заран Заев признал, что его обманули два российских пранкера Однако отверг призывы оппозиции выйти в отставку из-за этого розыгрыша Выдав себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко Российские комики Вован, Владимир Кузнецов, и Лексус, Алексей Столяров Звонили Заеву в августе 2018, а также в январе и апреле 2019 года 9 июля на ютубе была размещена 54-минутная аудиозапись телефонных разговоров с Заевом Который говорил по-английски Этот российский дуэт регулярно устраивает розыгрыши В основном вводя в заблуждение политиков Которых считают противниками российской политики внутри страны и за рубежом В ходе разговора Порошенко предложил выступить посредникам И помочь Македонии добиться независимости для Македонской православной церкви При помощи главы и православия патриарха Варфоломея Заеву посоветовали пожертвовать патриарху 100 тысяч евро Чтобы ускорить процесс На что он согласился Я лично давал Варфоломею деньги В моем случае это было 150 тысяч евро Для вас будет дешевле Сказал премьеру Пранкер Премьер-министр утверждал Что этим структурам выгодны новые инструменты И тактика воздействия на средства массовой информации И дискредитации политиков из стран с евроатлантическими устремлениями Это одна из попыток напрямую навредить нашим стратегическим интересам По завершению процесса вступления в НАТО Сказал он В феврале Северная Македония подписала протокол о вступлении в НАТО И теперь ждет Когда все страны члены ратифицируют это соглашение Которая позволит крошечной балканской стране стать в конце 2019 года 30-м членом Североатлантического альянса Россия пытается расширить свое влияние в балканских странах И помешать их попыткам вступления в НАТО Она также выступала против смены названия этой страны с Македонией на Северную Македонию Это новый сигнал тревоги для нас и для всего демократического мира И это требует твердой и решительной борьбы против фальшивых новостей и манипуляций Сказал премьер Он объявил, что в ближайшее время правительство разработает чрезвычайный план решительных действий против распространения дезинформации Отвечая на вопрос журналистов об аудиозаписи Лидер оппозиционной партии в МРАПМНИ Христиан Мицкаськи Христиан Мичкаськи Заявил, что Зайв после такого унижения должен уйти в отставку Я думаю, единственное извинение Зайвы должно содержаться в двух предложениях Мне стыдно за то, что я сделал и я немедленно уйду с поста премьер-министра Сказал Мицкаськи Жертвами этих пранкеров становились и другие высокопоставленные политики Такие как президент Франции Эммануэль Макрон Турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган и бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ